Попрошу Марию Игоревну рассказать нам о химиотерапии в лечении консерционно-ресцентного рака предстоятельной железы. Острые углы, пожалуйста, Мария Игоревна, только 10 минут, не больше. Для вас всё что угодно. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что рак мочевого употребляется очень серьёзной проблемой, тем не менее рак простаты встречается у большего количества наших пациентов и поэтому привлекает всё больше внимания специалистов разных профилей. Несмотря на то, что за последние 10 лет в нашем арсенале появилась масса препаратов, которые продемонстрировали увеличение общей выживаемости у этой категории больных, мы не располагаем данными сравнительных исследований, которые позволили бы нам сказать, что лучше химиотерапия или гормонотерапия во второй линии терапии, системная радиотерапия или химиотерапия. Приятное исключение – это исследование Ферстана, о котором, к сожалению, очень мало говорят с трибун, которое сравнило два препарата, увеличивающих общую выживаемость – это два цитостатика, токсаны, кабазитоксел и доцитоксел. Несмотря на то, что, конечно, мы все испытываем огромный энтузиазм в связи с тем, что в нашем арсенале появились эффективные препараты, их эффективность всё-таки не так велика, как хотелось бы нашим пациентам, кроме того, мы не знаем оптимальную последовательность назначения препаратов, и несмотря на то, что мы постоянно говорим о необходимости персонализированного подхода при отсутствии клинического приложения этой концепции, мы не можем отбирать больных для того или иного вида лечения, но и стоимость лечения большинством препаратов, за исключением, пожалуй, цитостатиков, всё-таки пока остаётся запредельной. Я напомню вам о том, что доцитоксел – это первый препарат, который увеличил общую выживаемость при кастротрезистентном раке и уже более 10 лет назад вошёл в стандарты первой линии терапии кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Однако появление новых препаратов – инзулутамида и аберутерона – сдвинуло время назначения доцитоксела в среднем более чем на год. Возникает вопрос, надо ли нам использовать доцитоксел в первой линии терапии, или мы должны использовать именно те опции, которые нам предлагают завершённые недавно клинические исследования. Более того, в течение последних двух лет мы постоянно говорим о том, что у всех больных с первично выявленным метастатическим кастротрезистентным раком предстательной железы в первой линии лечения помимо агонистов или антагонистов ЛГРГ мы должны использовать доцитоксел, а это снижает эффективность в первой линии терапии при наступлении кастротрезистентности. Может быть, ка базитоксел, доказавший свою эффективность во второй линии лечения кастротрезистентного рака, мы должны перенести в первую линию терапии? Изучению этого вопроса было посвящено исследованию Ферстана, дизайн которого представлен на данном слайде. Сравнивался доцитоксел в первой линии терапии кастротрезистентного рака простаты и ка базитоксел в стандартной дозе 25 мг на м2 и сниженной до 20 мг на м2 дозировки. При этом не было выявлено различий как общей, так и безрецидивной выживаемости. Частота пассоответов была несколько ниже в дозе ка базитоксела 20 мг на м2 по сравнению с доцитокселом и ка базитокселом в стандартной дозе, и ка базитоксел в стандартной дозе предоставлял большую частоту объективных ответов, что может иметь значение у отдельных подгрупп пациентов с метастазами, локализующимися в функционально значимых зонах. Вы видите, что частота нежелательных явлений, в том числе тяжелых нежелательных явлений, закономерно была несколько выше в группе пациентов, которые получали ка базитоксел в стандартной дозе по сравнению со сниженной дозировкой ка базитоксел и сопоставима с частотой нежелательных явлений при использовании доцитоксела в первой линии терапии кастротрезистентного рака предстательной железы. Ожидаемо частота диареи была также несколько выше при использовании ка базитоксела в высокой дозе, хотя надо сказать, что тяжелые диареи регистрировались не так часто, 5,6% случаев. Таким образом, в первой линии терапии ка базитоксел фактически равноэффективен доцитокселу. Можем мы применять эти знания в клинической практике или нет, посмотрим. Тем не менее, это доказано. Ка базитоксел, как мы хорошо знаем, эффективен во второй линии терапии при доцитоксел резистентном раке предстательной железы, значимо увеличивая общую выживаемость почти на 3 месяца, что было показано в регистрационном исследовании этого препарата. Но, на мой взгляд, нам важны не столько данные о том, что ка базитоксел эффективен, а о том, что он эффективен, независимо от того, почему больным отменили доцитоксел. Другими словами, даже если у пациентов имеется первичный доцитоксел резистентный рак, ка базитоксел будет эффективен у этих пациентов, что хорошо видно на данном графике. Еще один момент, на который мы часто обращаем внимание, когда говорим о гормонотерапии при кастротрезистентном раке. Со всех трибун говорится о том, что у больных, у которых гормонотерапия в первой линии при гормоночувствительном раке простаты была эффективна в течение длительного времени, ответят на гормонотерапию второй линии, тогда как при отсутствии длительного, меньше 18 месяцев эффекта на первичную конструкционную терапию, перспективы проведения гормонотерапии во второй линии лечения энзоултамидом или абиратуроном сомнительны. Эффективность кабазитоксела не зависела от длительности предшествующей эффективной гормонотерапии. И это тоже очень важный факт, который мы можем подчеркнуть из-под группового анализа исследований тропик. Конечно, кабазитоксел препарат непростой, и многие боятся его использовать из-за относительно высокой токсичности. Хотя, надо сказать, что в наблюдательных исследованиях частота фибрильных нейтропений была ниже в 10 раз по сравнению с регистрационным исследованием. И эти данные опубликованы в различных журналах. Тем не менее, возник вопрос, а может быть нам просто снизить дозу кабазитоксела с 25 до 20 мг на метр квадратный, и таким образом улучшить функциональную переносимость нашего лечения. Изучению этого вопроса было посвящено исследованию Проселика, которое продемонстрировало, что кабазитоксел равноэффективен в дозе 20 до 25 мг на метр квадратный во всех подгруппах больных. При этом, мне кажется, что нам всем очень интересны вот эти два подпункта. Всегда же мы задаемся вопросом, не зная точно, какова последовательность препаратов будет оптимальна для наших пациентов. Работает ли кабазитоксел после абиратурона и инзулутамида? Да, работает, причем работает в обеих дозировках, и это показано в рандомизированном исследовании Проселика. Ожидаемо безопасность кабазитоксела в сниженной дозе была выше. Вы видите, что снизилась частота нежелательных явлений третьей-четвертой степени тяжести, в том числе за счет уменьшения частоты фибрильных нейтропений почти в 4 раза, и частоты тяжелых диарей, которые нередко снижают наши возможности по проведению данного вида терапии. Таким образом, еще одно рандомизированное исследование подтвердило эффективность кабазитоксела при децитоксел-резистентном браке простаты. При этом мы знаем, что снижение дозировки кабазитоксела до 20 мг на метр квадратный поддерживает как минимум 50% увеличение общей выживаемости, продемонстрированное в исследовании тропик, которое являлось регистрационным для данного препарата. Доза кабазитоксела 25 мг на метр квадратный обладает большей противоопухолевой активностью, но это не реализуется в виде увеличения выживаемости. При этом доза кабазитоксела 20 мг на метр квадратный поддерживает частоту тяжелых нежелательных явлений. Конечно, всегда хочется выбрать ту группу больных, у которой тот или иной препарат будет более эффективен, чем у других пациентов. Токсана, как вы знаете, нарушает полимеризацию микротрубочек. В связи с этим проводился поиск маркеров эффективности данной группы препаратов децитоксела и кабазитоксела при раке предстательной железы в частности. При этом было показано, что, к сожалению, мутантные андрогенные рецепторы, наличие которых оказывает неблагоприятное влияние на эффективность абиратурона и инзулутамида, также снижает эффективность токсана в том числе. Но негативное влияние наличия мутантных андрогенных рецепторов оказывает меньший неблагоприятный эффект на активность токсанов, что нужно иметь в виду при выборе того или иного вида лечения. Также изучаются возможности оценки экспрессии ERG и генрицинобластомы при прогнозировании эффективности токсанов, но в клиническую практику это пока не пришло. Таким образом возникают вопросы, не изменились ли точки приложения химиотерапии при кастрат-резистентном раке предстательной железы. Мы знаем, что химиотерапия при раке простаты по-прежнему актуальна, поскольку токсаны позволяют добиться высокой частоты ответов в первой линии терапии, увеличивая общую выживаемость как при гормоночувствительном, так и при кастрат-резистентном раке простаты, в том числе химиотерапия эффективна и при децитоксел-резистентном раке предстательной железы. Децитоксел, согласно новым стандартам, должен использоваться при первичном гормоночувствительном раке простаты с отдаленными метастазами у подходящих больных. Децитоксел предоставляет преимущество по сравнению с медоксантроном в первой линии терапии кастрат-резистентного рака. Кабазитоксел, конечно, отличается по профилю безопасности от децитоксела. В дозе 20 мг на метр квадратный он сохраняет свою активность в отношении общей выживаемости. И теоретически мы можем применять кабазитоксел у отобранных больных в первой линии терапии. Это не входит в стандарты, но эта информация есть, и это нужно знать, выбирая индивидуальные подходы к лечению этой категории больных. Я благодарю вас за внимание. Всеволод Борисович, я надеюсь, я уважаю вас. Спасибо, Мария Игоревна.